Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Арина Абдулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Магистрант КФУ, обладатель гран-при конкурса «Студент года». Казанский федеральный университет с размахом отметил Татьянин день. Гости из Объединенных Арабских Эмиратов посетили КФУ. В культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» прошел финал юбилейного республиканского конкурса «Студент года». В рамках премии студента Казанского федерального университета вновь показали блестящие результаты. Смотрим. В день российского студенчества 25 января в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся финал премии «Студент года Республики Татарстан-2019». В рамках премии студента и студенческие коллективы вузов республики соревновались в 18 различных номинациях, главный из которых традиционно стал гран-при. Шансы на победу вообще оценить невозможно, потому что действительно собрались очень сильные ребята в общественнике года. У нас просто это ребята, которые действительно работают на всю республику и выходят уже на федеральный уровень. Я представлена в номинации «Добровольец года». Шансы на победу у меня большие. Я уверена в своих достижениях, которыми я поделилась с членами жюри, в принципе, со своими друзьями. Соперников. Тут нет соперников, я думаю, все мы, тем более в нашей номинации «Добровольец года», все мы друзья. Все те, кто мои соперники, все они достойны, то есть номинации «Иносправность студентов». Ну, посмотрим, кто победит, кто лучших-лучших, как говорит наш организатор, вот победят скоро, известно будет. Я в номинации «Интеллект года». Надеюсь победить. Это мой второй год в том, когда я была в гран-при, в этом году в «Интеллекте». Ежегодно студенты Казанского федерального университета принимают активное участие в республиканской премии «Студент года» и становятся неоднократными его победителями и лауреатами. Этот год не стал исключением. Так, в первой же номинации «Студенческая организация года» победу одержал тур-клуб «Альтер-эго КФУ». Иностранным студентом года также стала студентка КФУ Диляра Дамар. Магистр первого курса КФУ Тимур Хабибуллин стал победителем в номинации «Староста года». А лучшим студенческим проектом года была призвана дисконтная программа профкарты КФУ. Это лишь малая часть номинаций, в которых удалось победить студентам Казанского федерального университета. Долгожданным стало появление на сцене президента Татарстана Рустама Миниханова. Он объявил обладателя Грам-при премии «Студент года-2019». Заветная статуэтка и право на бесплатное обучение в любом вузе мира впервые достались иностранному студенту из Узбекистана, магистранту Казанского федерального университета, председателю профбюро, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Камаледина Бабахонову. Спасибо большое, во-первых, Казанскому федеральному университету в лице команды департамента по молодежной политике. Лично проектору, изведилу Олегу Магединовичу за поддержку постоянную, директору, Виталий Тракатове Гокурову. Спасибо большое в виде студентов в республике Татарстан, которые неустанно работают на благо встречи молодежи и реализуют молодежную политику. Спасибо, конечно же, молодому министерству. Я искренне признателен за вашу поддержку, потому что мы, молодежь, счастливая. Счастливая молодежь, потому что у нас есть свое министерство не у пенсионеров, не у других категорий, а именно у молодежи. Это действительно радует, и спасибо большое за эту поддержку. Лилия Талипова, Фариза Хитаглы, Универньюс. 25 января в КСК КФУ Уник состоялся грандиозный концерт, приуроченный к празднованию Всероссийского дня студента Татьяниного дня. Темой праздника стало столетие образования Татарской автономной советско-социалистической республики. Подробности в нашем сюжете. Татьянин день в Казанском федеральном университете традиционно отмечается с широким размахом. Тысячи студентов, преподавателей, гостей, а также именинницы Татьяны участвуют в работе творческих площадок и яркой концертной программе. В этом году праздник начался в ФАЕКСК КФУ Уникс. Темой стала знаменательная дата для республики – 100-летие Таи СССР. Гостям праздника предложили вернуться в прошлое и поближе познакомиться с культурой и бытом Татарстана 20-х годов. Испечь пироги, выпить ароматный чай и сплести узелок на удачу. Продолжилось праздничное мероприятие в Большом зале КСК КФУ Уникс, где прошла насыщенная концертная программа с участием лучших творческих коллективов Казанского университета и приглашенных гостей. Открыл праздничный концерт первый проректор Казанского федерального университета Наверняка многие из присутствующих сегодня в зале – это наши первокурсники. В связи с этим хочу поздравить вас, дорогие первокурсники, с успешной сдачей первой вашей сессии. Я надеюсь, что вы, дорогие первокурсники, с успехом вольетесь в научную, творческую, спортивную и общественную жизнь нашей альмаматор и будете с достоинством нести звание студентов Казанского университета. С приветственным словом к студентам, сотрудникам и профессорско-преподавательскому составу также обратились почетные гости праздника. Министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов и президент Лиги студентов Руфат Киямов. Не обошлось без поздравительных слов от главной Татьяны Казанского университета, Татьяны Ларионовой, исполнительного директора некоммерческой организации Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ, заместитель председателя Государственного совета РТ. Ежегодно, 25 января, неизменно я поднимаюсь на эту сцену и неизменно признаюсь в любви своему любимому Казанскому федеральному университету. С праздником вас! Вечер был ознаменован еще одним важным событием в жизни университета, а именно подписанием партнерского соглашения между КФУ в лице первого проректора Реза Минзарипова и ресурсного молодежного центра в лице его директора Алексея Любцова. Соглашение станет основой для дальнейшего сотрудничества в вопросах реализации основ государственной молодежной политики, в том числе национального проекта «Национальная лига студенческих клубов», а также совместной организации и проведения конференций, форумов, круглых столов и других молодежных мероприятий. На празднике «Татьянин день» зрителям представили множество красочных и неожиданных творческих подарков от студентов, молодых вокалистов, танцоров, музыкантов и актеров. В этом году в концерте приняли участие не только коллективы КФУ, но и множество приглашенных гостей. Студенческий театр «Наизнанку к Ниту», Народный ансамбль «Дружба КГУ», ансамбль «Кавказского танца Кавказ Стайл», хор «Академия популярной музыки Игоря Крутого» и другие. «Татьянин день» в Казанском университете, как всегда, поразил своей массовостью и креативностью, а творческие студенты КФУ в очередной раз доказали, что не зря этот праздник считается символом студенческого братства и сплоченности. Камиль Гимаздинов, Фарид Захет Углы, Универньюз. Представители университета Мохаммеда V и Собъединенных Арабских Эмиратов побывали в Казанском федеральном университете. Подробнее в сюжете Полины Романовой. Казанский федеральный университет посетили ректор университета Мохаммеда V в Абудабе профессор Фарук Махмуд Хамад и его помощник Рашид Альминхали. Гостей приветствовал проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. В ходе встречи Ленар Латыпов познакомил гостей с музеем истории Казанского университета. Рассказал о богатой истории вуза, его структуре и приоритетах развития. Также он отметил, что КФУ сотрудничает с научно-образовательными центрами Объединенных Арабских Эмиратов. Визит арабского научного и общественного деятеля завершился посещением отдела рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лабачевского КФУ. Гостям были продемонстрированы арабские и персидские манускрипты, а также другие ценные экземпляры книг 11-19 веков. После встречи Фарук Махмуд Хамад отметил, что у него появилось желание изучать труды ученых Татарстана и подготовить статью на эту тему. Полина Романова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. 25 января университетская клиника Казанского Федерального Университета провела прямую трансляцию из операционных рентгенохирургических методов диагностики и лечения в рамках работы седьмого ежегодного трансрадиального эндоваскулярного курса 2020. Ежегодный трансрадиональный эндоваскулярный курс является одним из значимых мировых событий в области интервенционной медицины. Впервые мероприятия, на которые съехались ведущие эксперты в этой области, проходят в Казани. На конференции обсуждались самые актуальные вопросы активно меняющейся профессии эндоваскулярной хирургии. В частности, здесь впервые мы увидели на практике, как происходит уже лечение и коленных суставов с помощью наших методов остановки желудочно-кишечных кровотечений. Лекции чердовались с демонстрациями операций и новых возможностей в изучении изображения и кровотока. Во время пятой сессии заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Булат Шарафудинов провел операцию по эмболизации маточных артерий, совмещенным с 2D-ангиоизображением с помощью технологии 3D Fusion. Мы покажем инновационную методику в режиме онлайн, поделимся своим опытом и, я думаю, что выслушаем мнение экспертов тоже по поводу данной методики. Это действительно даст развитие и какой-то толчок по внедрению этих методик в клиническую практику в университетской клинике. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok